Шарль Перо. Красная шапочка. Жила-была в одной деревне маленькая девочка, такая хорошенькая, что лучше неё и на свете не было. Мать любила её без памяти, а бабушка ещё больше. Ко дню рождения внучки подарила ей бабушка красную шапочку. С тех пор девочка всюду ходила в своей новой нарядной красной шапочке. Соседи так и говорили про неё. Вон, красная шапочка идёт. Как-то раз испекла мама пирожок и говорит дочке. Сходи-ка ты, красная шапочка, к бабушке, снеси ей этот пирожок и горшочек масла, да узнай, здорова ли она. Собралась красная шапочка и пошла к своей бабушке в другую деревню. Идёт она лесом, а навстречу ей серый волк. Очень захотелось ему съесть красную шапочку. Да только он не посмел. Недалеко стучали топорами дровосеки. Облизнулся волк и спрашивает девочку. Куда ты идёшь, красная шапочка? А красная шапочка и не знала, как это опасно разговаривать в лесу с волками. Поздоровалась она с волком и говорит. Видите, я иду к бабушке и несу ей вот этот пирожок и горшочек масла. А далеко ли живёт твоя бабушка? Спрашивает волк. Довольно далеко, отвечает красная шапочка. Вон, в той деревне, за мельницей, в первом домике с краю. Ладно, говорит волк, я тоже хочу проведать твою бабушку. Я по этой дороге пойду, а ты ступай по той. Посмотрим, кто из нас раньше придёт. Сказал это волк и понёсся, что было духу по самой короткой дороге. А красная шапочка пошла по самой длинной. Шла она не торопясь. В пути то и дело останавливалась и рвала цветы. Не успела она ещё до мельницы дойти, а волк уже прискакал к бабушкиному домику и постучался в дверь. Тук-тук. Бабушка была в это время больна и лежала в постели. — Кто там? — спрашивает она. — Это я, внучка ваша, красная шапочка. Отвечает волк тоненьким голоском. — Я к вам в гости пришла, пирожок принесла и горшочек масла. Бабушка подумала, что это и в самом деле красная шапочка и крикнула. — Дёрни за верёвочку, дитя моё, дверь откроется. Волк дёрнул за верёвочку, дверь и открылась. Волк был очень голоден, потому что три дня ничего не ел. Бросился волк на бабушку и разом проглотил её. Потом он закрыл дверь, улёгся на бабушкину постель и стал поджидать красную шапочку. Скоро она пришла и постучалась в дверь. Тук-тук. — Кто там? — спросил волк грубым хриплым голосом. Красная шапочка сначала испугалась, но потом подумала, что бабушка простужена, и ответила. — Это я, внучка ваша, красная шапочка. Я принесла вам пирожок и горшочек масла. Волк откашлялся и сказал потоньше. — Эй, дёрни за верёвочку, дитя моё, дверь и откроется. Красная шапочка дёрнула за верёвочку, дверь и открылась. Вошла девочка в дом, а волк спрятался под одеяло и говорит. — Положи-ка пирожок на стол, да поставь горшочек на полку, а сама приляг рядом со мной. Ты верно устала? Красная шапочка прилегла рядом с волком и спрашивает. — Бабушка, почему у вас такие большие руки? Это, чтобы покрепче обнять тебя, дитя моё. Бабушка, почему у вас такие большие глаза? Чтобы лучше видеть, дитя моё. Бабушка, какие у вас большие зубы, а это, чтоб скорее съесть тебя. Не успела красная шапочка и охнуть, как злой волк бросился на неё и проглотил вместе с башмаками и красной шапочкой. Но, к счастью, в это самое время мимо домика проходили дровосеки. Услышали они шум, вбежали в домик и убили волка. Потом они распороли ему брюхо, и оттуда вышла красная шапочка, а за ней и бабушка. Обе целые и невредимые.